Я думаю, что при том, что позиции Евросоюза и Соединенных Штатов координируются и согласовываются, все же мы видим разные акценты. Акценты состоят в следующем. Соединенные Штаты скептически относятся к перспективам минских переговоров. Они их формально поддержали, конечно, у них нет альтернативы, они не могут говорить, что они выступают за войну. Поэтому они их поддержали. Но они говорят о том, что, скорее всего, из этих переговоров ничего не получится, и поэтому надо идти по пути усиления военной машины Украины. То есть Соединенные Штаты в общем нацелены на войну и на расширение военных действий. Европейские лидеры, за исключением нескольких государств, наиболее проамериканских, нацелены на политическое решение. Потому что если, как предупреждает Алант, ситуация выйдет из-под контроля и дело пойдет в тотальной войне, то затронута будет Европа. Соединенные Штаты не будут затронуты. Это в Европе прекрасно понимают. Что для Америки это все-таки вопрос такой, знаете ли, геополитический. А для Европы это вопрос практического существования. Это прямой вопрос для ее безопасности. Будет эта безопасность прочной или она будет подорвана в результате того, что в украинский кризис начнут вмешиваться уже открыто внешние силы. Потому что мы же понимаем, что означают поставки оружия в Украину. Значит, сначала посылают оружие. Современное оружие достаточно сложное. Нужно посылать военных советников, которые будут обучать украинцев, украинских солдат и офицеров обращаться с этим оружием. Потом нужно посылать спецчасти для защиты этих военных советников. Потом нужно посылать войска для того, чтобы защищать эти спецчасти, особенно если будут какие-то жертвы среди американцев, а это нельзя исключить в условиях боевых действий. И после этого мы получаем прямое вмешательство Соединенных Штатов, а за ним потянется и НАТО, потому что европейцы будут вынуждены поддерживать Соединенные Штаты в этой ситуации. Так начиналась война во Вьетнаме. Во Вьетнам сначала поставили большие партии оружия Южно-Вьетнамскому режиму, потом отправили советников, потому что этим оружием надо было обучить, как обращаться Южно-Вьетнамскую армию. Потом послали войска, и армия длилась 9 лет. Кстати, закончилось поражением Соединенных Штатов. Поэтому в Европе, мне кажется, и особенно Ангела Меркель, она очень встревожена этим обстоятельством. Немцы не собираются воевать. Вообще немецкая доктрина послевоенной состоит в том, что надо всего добиваться экономическими и политическими средствами. И это, как вы заметили, им успешно удается. Германия сумела стать ведущей страной Евросоюза без всякого опора на военные средства. И Германия не намерена участвовать в каких-либо боевых действиях и в поддержке войны на Украине. В прямой поддержке. Соединенные Штаты рассматривают такую возможность. Вот в этом разница. В этом разница. И повторяю, при том, что накануне Минска Меркель отправилась в Вашингтон, согласовала свои позиции с Обамой, все же мы видим разницу в акцентах. И вот эта разница в акцентах позволяет нам, во всяком случае, рассматривать Евросоюз как предпочтительного партнера в этой ситуации, а не Соединенные Штаты. Потому что США точно и решительно встали на путь новой холодной войны с Россией, объявили политику изоляции России, объявили политику так называемого сдерживания, а на самом деле это политика подрыва российской экономики, российского политического влияния. И поэтому США нам в общем здесь говорить особенно не о чем. Тогда как Евросоюз, поскольку мы находимся на одном континенте, он все-таки понимает, что и безопасность у нас общая, и проблемы у нас общие, и от этих проблем прежде всего будет страдать Европа. Так что я считаю, что, конечно, Меркель и Алан для нас куда более перспективные партнеры по переговорам, чем, скажем, Соединенные Штаты Америки. Продолжение следует...